МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подозреваемые в убийстве мужчины в поселке Константиновка рассказывают, как совершали преступление. Пару раз выстрелил в сторону, два раза в ноль. Преступление установили следователи, причастные семь человек. И как не стать жертвой обмана? Можете положить трубку и позвонить родственникам. Что делать, чтобы не поддаваться на телефонное мошенничество? Это и не только. Прямо сейчас. Плохие погодные условия и неудачное перестроение сыграли злую шутку с водителем Лады 13-й модели на проспекте Победы. Отечественный автомобиль протаранил Volkswagen Tiguan. Удар был такой силой, что иномарку развернуло, а ВАЗ превратился в кучу металлолома. Кадры с места события в репортаже Рамиля Шайдулина. В момент столкновения в салоне Лады 13-й модели, помимо водителя, находилась пассажирка. Помощь ей на месте оказали медики. Водитель же получил травму руки и ушибы. Учитывая повреждения автомобиля, легкость их ранения удивила едва ли не всех. Сразу после столкновения к месту происшествия прибежали очевидцы. Они извлекли людей и передали их в руки медиков. Машина скорой помощи как раз проезжала рядом. Водитель Volkswagen не пострадал. Мужчина отметил, что только начал останавливаться на светофоре. Уже через секунду в заднюю часть его автомобиля пришелся удар. Получается сюда удар пришелся. Полную картину произошедшего прояснил водитель Лады. Молодой человек рассказал, что его автомобиль попросту занесло во время перестроения. Я начал тормаживаться, перестраиваться. Меня замесло и получается развернул и кинуло в заднюю часть. А какая скорость перемешла у вас? Ну, я уже начал тормозить перестрафор. То есть, где-то 60 максимум. Скорее всего, даже меньше. Если иномарку еще можно отдать в ремонт, то отечественному автомобилю, судя по всему, предстоит утилизация. Легковушка восстановлению не подлежит. Рамиль Шайдулин, Аэроднозипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Еще одна крупная авария произошла сегодня днем на проспекте Победы. Там столкнулись автобус 34 маршрута БМВ и Киа-Рио. По словам очевидцев, ДТП спровоцировал водитель немецкой иномарки. По предварительным данным, он, уходя от столкновения с одним автомобилем, вырулил направо, где въехал в многотонник. После чего легковушку отбросило на корейскую иномарку. Аэроднозипов с места происшествия. Водитель автобуса признается, возит пассажиров уже на протяжении 11 лет. И для него это первая крупная авария. Рассказывает, что правила не нарушал и ехал по автобусной полосе. Хотел был только повернуть на остановку, как почувствовал удар сзади. Оказалось, в него на большой скорости въехала БМВ. После удара с автобусом иномарку отбросило на Киа-Рио. Остальные участники аварии от комментариев отказались. Однако, по словам водителя автобуса, виновника уже успели определить. А кто виноват по вашему счету? Он говорит, я виноват, мне повредили. В результате столкновения самые сильные повреждения получил автомобиль, предполагаемый виновник аварии. Удар был такой силы, что у него сработали подушки безопасности. Машина повреждена со всех сторон. Достался и автобусу. Вторая легковушка получила более мелкие повреждения. И она, в отличие от БМВ, смогла погибнуть с места происшествия своим ходом. Айрат Назип, Анафисами Нязова, Адель Мулахметов. Вызов 112. Три большегруза «ДАФ», «Вольво» и «Ман» сгорели ночью на стоянке на трассе М7 в Зеленодольском районе. Пожар начался около половины второго, предположительно из-за технической неисправности одного из грузовиков. В огне пострадал 54-летний водитель «Фуры ДАФ» из Рязанской области. В момент возгорания мужчина спал в кабине грузовика. Однако успел покинуть автомобиль до прибытия пожарных. Его госпитализировали с ожогами 30% тела. Пожар ликвидировали огнеборцы около двух часов ночи. Подозреваемые в убийстве 58-летнего мужчины в подъезде своего дома в поселке Константиновка задержаны. Напомним, мужчину расстреляли у дверей квартиры, когда он вместе с женой возвращался домой. Нападавшие забрали сумку с деньгами. Именно они и стало, по версии следствия, главной целью нападавших. Всего в причастности к этому преступлению подозреваются семь человек. Полицейские уверены, что они участники одного из преступных формирований. Нафиса Минязова узнала детали и посмотрела кадры следственного эксперимента. Семерых подозреваемых в причастности к убийству задержали одновременно по шести адресам. Для них это было неожиданно. Личности нападавших установили спустя три дня после убийства. За ними организовали круглосуточное наблюдение. После этого вычислили и остальных подозреваемых. Следователи установили, что к преступлению причастны участники одного из казанских организованных преступных формирований, занимавшиеся вымогательствами и выбиванием долгов. Все ранее судимы. Фотографии с мест лишения свободы. За что задержано? Статья 105. Убийство. Не надо меня снимать. Все, что? Во время обыска у двух подозреваемых полицейские изъяли и приобщили к материалам уголовного дела оружие, патроны, радиостанции, пять масок с прорезями для глаз. Оперативники выяснили, что убийца занимался незаконным обналичиванием денег и часто перевозил с собой крупные суммы. Именно эта деятельность и является основным мотивом преступления. Целью преступников были деньги. Убитого в тот день при себе было больше двух миллионов рублей. Согласно материалам уголовного дела, двое подозреваемых поджидали его у дома в поселке Константиновка. 58-летний мужчина приехал вместе со своей женой. Она, видимо, чудом осталась жива. Что было после того, как супруги зашли в подъезд, подозреваемый рассказал на следственном эксперименте. Пару раз выстрелил в сторону, два раза в ноги. После чего он руки отпустил, я его взлетел в сумму. Я, например, вот здесь, на руке, услышал два выстрела. Поворачиваюсь, человек уже лежал потерпевший, а вот уже подходил ко мне. От орудия убийства решили избавиться. Пистолет выбросили в реку Мёша в Лаишевском районе. Деньги спрятали. Водолазы нашли пистолет в месте, который указал подозреваемый. В результате осмотра дна акватории реки Мёша с участием водолазов МЧС были обнаружены разломанные части пистолета ОСА, а также пистолета ПСМ и три травматических патрона от пистолета ОСА. Сейчас по решению суда все подозреваемые заключены под стражу. В ходе работы над раскрытием убийства сотрудники МВД Татарстана выяснили, что пятеро из задержанных могут быть причастны еще к одному преступлению – похищению 51-летнего мужчины. Полицейские не исключают, что задержанные могут быть причастны еще к ряду аналогичных преступлений. Нафиса Минязова, Адель Мулахметов, вызов 112. Папа, мама, я сбил человека. Услышать взволнованный трудноразличимый голос, говорящий о беде, может каждый. Многие уже слышали. Это один из самых популярных видов телефонного мошенничества. Аферисты дистанционно впускают в ход любые аргументы, чтобы получить деньги. Как не потерять голову, отличить ложь от правды и что делать в этом случае, подробно расскажет Матвей Апросин. Я в аварию попал. Я же ничего сделал. Это первые слова, которые говорит голос на том конце провода. Вариации могут быть самые разные, но в основном это стандартное начало разговора. На телефон потерпевшего поступает звонок. Как правило, либо рано утром, когда человек еще не проснулся, либо вечером, когда он уже устал. Мошенник под видом родственника сообщает, что только что сбил человека и слезно просит помочь. После чего тут же передает трубку якобы полицейскому. Все это происходит за считанные секунды, чтобы жертва не успела опознать голос потерпевшего. Дальше весь разговор проходит только с мнимым сотрудником полиции. И тот уже начинает диктовать условия. Чтобы нам решить вопрос, освободить вашего сына или освободить вашего сына от долгов, которые он должен, необходимо перечислил о сумме и запрашивает. Иногда и большие, 100 тысяч, 150, 50, но суммы здесь различные, варьируются. Нету определенности какой-то там. Задача мошенника удержать свою жертву до того момента, как она расстанется со своими деньгами. Если у человека денег нет или их мало, то обманщик может начать торговаться и значительно снизить цену. При этом потенциальные жертвы не будут давать класть трубку, чтобы человек не смог позвонить своим родственникам и убедиться, что все хорошо. В ход для этого могут пойти и угрозы. Бывают случаи, когда люди ложат трубку и перезванивают родственникам. И не берут вот именно в этот момент телефон. Или кто-то не слышит, или кто-то охотится на работе, или кто-то после работы спит. Человек начинает думать, что действительно сын попал действительно куда-то. Вот тут очень важно проявить хладнокровие и успокоиться. Но даже если паника не уходит, а эмоции берут верх, стоит задать обычные вопросы так называемому полицейскому. Зачастую злоумышленники звонят наугад и не знают ни имя родственника, ни дату его рождения, ни другие его данные. Можете положить трубку и позвонить родственникам, или друзьям, например, сына. Круг общения ваших детей, ваших близких, друзей. Вы, наверное, все будете знать, кто с кем общается, кто где может находиться в то или иное время. Но максимально собрать информацию. Первым делом позвонить полицию, сообщить об этом, потом уже звонить родственникам. Опытные мошенники могут давить на жертву. Основной совет – не поддаваться на провокации и тут же обратиться в полицию. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.